Обед, еда, калории и знания. Пока не передали микрофон, сложно говорить. Так, вопрос, а у вас еще что-то входит? Еще можно слушать, да? Кто здесь из бизнеса? Кто из госсферы? Кто из Баба? Да ладно, Балдаварик, да не подходит. Ладно, не суть. Хорошо, кто из чего-то другого, социальный какой-нибудь, госсферы, и все, вижу, есть такие хорошие инструменты на обучение. Смотрите, я не понимаю, что говорить. Мы с вами поговорили про примеры, как есть. Я хочу, чтобы мы сейчас все-таки в турбулентность чуть-чуть сходили в будущее, потому что когда мы говорим, где взять это в будущее, там есть несколько частей. Одна из них – это какое будущее будет поступать. Я не буду сильно выдумывать про будущее, про меня. Можно будет потом смотреть презентации про компанию. Почему я про это буду рассказывать. В Академбурге 5-ти через нас проходят десятки тысяч человек, потому что когда это было 20 тысяч человек, когда это было 50 тысяч человек, и, соответственно, мы обучаемся наоборот в проекте продуктов разных компаний, и мы потихоньку собираем всю статистику, о чем идет за ним хорошо, о чем идет не так. Ну, и эта аналитика компания в любом случае. Так вот, про будущее. Павел уже все это рассказал. Собственно, на всех сценариях будущего, к сожалению, пока что какой-то такой все хуже и хуже следующий. Поэтому будущее пока что сильно светло нам не предсказывается. Но нам, как руководителям проектов, это лучше, нам же интереснее от этого, собственно, жить. Мы более востребованы с данными. Дальше, соответственно, в управлении проектами надо понимать, что оно вписывается в процесс изменений. Дальше, вот смотрите, это стандартный процесс инноваций изменений, и он начинается анализа тренда. Беда с тем, что мы все тренды знаем, но кто из вас выбрал для себя один-два тренда, в которых вы решили стать суперспециалистами? Все говорят про искусственный интеллект, спецов по искусственному интеллекту, который вы глубоко в нем взбирались, по пальцам пересчитать в стране. Соответственно, и в этом проблема тренда, что про них многие говорят, но при этом реально не сделают ставку на какой-то контрель. Та же самая история с анализом своей позиции. Я обожаю компанию, которая делает сверху процессы с конкурентами, с мировыми, статистикой со всеми стороной, но таких компаний мало. Точно так же, как и руководитель проекта. Дальше, соответственно, там стратегия. Можем принять стратегическое решение, если вы проделали предыдущие промокуты, потому что если вы не проделали, какая стратегия. И вот только потом начинается управление проектом. В классике, да? Нам дали ТЗ, и мы начали работать. Кто бы этот ТЗ еще дал? Дальше после проекта, соответственно, возникают какие-то изменения, которые мы должны всех людей внутри проинформировать, обучить, передать им эксплуатацию, что теперь мы живем по-другому. Вот в ряде проектов проект забывается, и поэтому в эксплуатации потом возникает беда этого. Собственно, в этом процессе все было бы хорошо, но вы понимаете, что сегодня область деятельности РП, она начинает расширяться от этого памятного красного трюбовинга. И так турбулентности больше, все больше РП становится захватчиком. Он должен тренды знать, и, собственно, позицию компании понимать, и про обучение, и потом про эксплуатацию думать. То есть РП становится таким, наверное, вообще суперчеловеком, который должен всех спасти. Неизбежно это приводит к расширению инструментария руководителя проекта. И я с 2018 года рассказываю, что предпринимательские инструменты руководитель проекта будет осваивать. И сегодня, когда Никита выступал, он был «О, ха-ха-ха!» Потому что все было, я даже где-то потерялся. Каспромнефт рассказывает про предпринимательство. Да, вы называете это РП, но все инструменты были предпринимательские. Класс, кайф. И получается, мы сегодня живем в мире, где РП, он должен думать про оптимальный план и про оптимальные инвестиции. И еще теперь про конкурентоспособность, про бизнес. И помните, практически у всех было «В конце не будет денег, ну и зачем-то выбрать нужно». Теперь РП об этом неизбежно думает. Дальше проект тоже было. У Никиты была лучшая картинка про тулбокс, что руководитель проекта должен уметь выбрать правильный инструмент, а для этого должен вообще всех понимать. А инструменты становятся все больше и больше. Теперь вот здесь вот чуть крустная история. Смотрите. РП об этом неизбежно. Дальше мы смотрим какие-то возможности для будущего. И третий горизонт – создавать возможности. То есть совсем самая далекая, культуристичная, где мы смотрим про будущее. У меня все время мучил вопрос, насколько ты легко смотреть. И я на него нашел ответ. Собственно, первый горизонт – это ваш цикл инвестиций. Если у вас инвестиционный цикл три года, то первый горизонт по три года у вас все понятно. Программа есть инвестиционная, все заложено. Следующий горизонт, в котором вы смотрите новые возможности – еще на три года. А следующий горизонт, в котором вы, по сути дела, ищете все новое – это следующий рекорд. И тогда у вас, как ОРП, задача смотреть на 9 лет вперед. Анализировать тренинг, смотреть стартапы, смотреть все. А если у вас инвестиционный цикл, не наиболго, 10 лет, то нужно смотреть на 30. И анализировать и стартапы, смотрите, что там происходит. Поэтому сегодня мы находимся в такой чуть шизофрении. Потому что мы должны делать здесь, а думать сильно дальше. Иначе мы просто этот турбурент не переживем. Про следующую компетенцию, которая сегодня вылазит – это умение быстро учиться. Потому что в проектах по факту мы сами учимся. Насколько вы системно к этому процессу у себя подходите. Насколько вы умеете разучиваться инструментом, который стали не востребованы, а осваивать новое. Насколько быстро этот процесс происходит. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Но для своих РП нужно, собственно, об этом подумать. Теперь есть еще один интересный аспект изменения в драйверах. То, что вокруг происходит. Слева, собственно, был 2022 год, справа 25 год. Нам не важно все, потом можно будет посмотреть. Нам важно, что в новом драйвере на первое место вышла политика. Политические изменения. Второй драйвер. Развивающие технологии и так далее. И РП сегодня не может быть вне политики. Вот вообще не может быть. Вот это кусочек слайда, куда мы должны жить, который я взял у профессора Стэнфорда. Я в сентябре месяца, собственно, приезжал там общаться. Две вещи, которые он сказал про политику, мне очень понравились. Первый сказал. Ребята, это было учить американских бизнесменов. Ребята, глобализация закончилась. Мы строим производство в Америке. Никакого больше Китая, Европы. Локализация. У нас импортозамещение, у них локализация. В принципе, мы живем в одной пройдении. Но там есть вот такая фразочка. Build your own state department. Создайте свой государственный департамент. И этот профессор Стэнфорда в бизнес-школе говорит бизнесу. Вы должны научиться работать с государственными силами. И мы понимаем. Как они? Да, но мы видим презентацию государства. И в этой ситуации здесь нужно не с издевкой про это говорить, а помогать с выборами. Потому что если мы в эту систему не будем вписываться и помогать государству быстрее изменяться, наш же бизнес, конечно, в итоге будет страдать. Мы сегодня в этой части очень сильно завязаны. И за последние три года все это почувствовали. От карантина заканчиваем сюрпризами. И дальше никто не знает, что нас ждет. Веселее будет точно. Вторая часть – это технологии. И, собственно, технологии, с одной стороны, это вроде как ускорение всегда было, а не первая причина. Но сегодня без технологической базы вообще ничего не живет. И поэтому гуманитарии, извините, беда вообще. И я думаю, что управление проектами будет потихоньку переходить из менеджмента в технические специальности. И сегодня там появляется раздел и новатика, куда управление переходит. А и новатика в России – техническая специальность. Ты должен понимать в технике, а потом уже во всем остальном. Поэтому у нас, с точки зрения даже нашего парфеля инструментов, есть разные искусственные интеллекты и так далее, помощники. Я знаю, многие компании уже это внедряют. У нас руководитель отдела маркетинга поругалась с одним нашим крутым экспертом за то, что поставил высокий чек за программу. Взяла одного молодого программиста и полностью всю программу управления проектами, значит, большое количество часов, они написали с помощью искусственного интеллекта. За два дня. Чарджи-петинцовала структуру, контент, цифровой аватар, собственно, с искусственной озвучкой взял это все озвучил, причем нормально, с интонацией, всем остальным. Тот же искусственный интеллект написал все рекламные скрипты, картинки вставил, и все получилось вообще без человека. Мы разглядали это пяти наших экспертов по управлению проектами, и их реакция была, друзья, не такой. Не хочется признавать, но до 90% все круто. Это сделал маркетолог без экспертов и упора. Мы в этом плане, да, другой наш бизнес, это стартовый студий, где мы с технологией работаем, поэтому мы бесчеловечные, в этом это правда. Наша позиция какая? Либо вы будете развиваться, либо у вас технология. Поэтому тут это вызов скорее у нас. Но в то же время про человечество. Вернемся к тому. Очень сильно увеличивается запрос, но менее управляясь состоянием как своим, так и своей командой. Посмотрите даже по программам, которые запрашивались. Понятно было перераспределение рынка, поэтому 22-й год выражили под девизом «Обучимся все торговать на вайлдберс». Это был самый большой запрос в интернете. 23-й год начинается с того, что самый большой запрос, он сегодня выруливается, это обучить меня поучку. Я хочу помочь себе, я хочу помочь команде. Люди что-то нервничают, что-то с этим уже делать могу. Третий год они нервничать уже перестали. И, соответственно, обучите меня поучку. И это сегодня самый такой массовый вопрос. И вот эти вопросы справа, которые прилетают. Как я могу помочь достигать общей цели? Это то, что люди спрашивают. Вовлеките меня как-то в компанию, как я здесь писал. Не даете на меня KPI. Это моя любимая фраза, которую мне сказали. В общем, где мне сфокусироваться, на чем, чтобы я был полезен. В этом проекте собрали, а в моем местном человеке, где я буду здесь заниматься. Собственно, это все происходит. И это еще одна компетенция, которой нужно учиться. Теперь про вопросы, которые меня будет. Раздить или переманивать. Вот так выглядит рынок вакансий. Вакансий правоуправляемцы проектов в России 13 тысяч. Активно ищут работу 11 тысяч руководителей проекта. Вакансий больше, чем рапп-ш. Вакансий больше, чем рапп-ш. Даже если мы добавим, рассматривая предложение, получил предложение, вышел на работу вообще всех, то 21 тысяч. То есть их в принципе занимать, их в принципе нету практически. Поэтому РП мало. Мы понимаем, что качественных там еще меньше. Поэтому, собственно, третий РП, понимающих вашей обмысли, вообще не найдешь. Поэтому, собственно, найти хорошего РП во мне – это беда. Вторая часть этого балета. Смотрите, внешний кандидат внутренний, внешний кандидат. Можно былоть хорошими проектными компетенциями, но он не знает вашу компанию. Внутренний кандидат знает компанию, он может не обладать проектными компетенциями. Какой компонент сегодня усложняется быстрее? Компании. Компания становится внутри капец сложной. И, соответственно, человеку, чтобы перейти из одной отрасли в какую-нибудь другую компанию, он пришел в «Газпромнефть», они тут со скоком тренировались и вообще процессы утром не проигрывали. Я думаю, что, чтобы три года меня не было, как все это переделать? Поэтому сегодня выживаемость внутренняя очень тяжелая, и внутреннюю кухню нужно, конечно, осмотреть, перезабирать. Поэтому здесь растить неизбежно придется большинство. Это полезные таблички, которые мы обсуждаем с красотичным ржавым. В какой ситуации растить систему управления ERP, в какой нет, ну и, конечно, прокалка, можно будет потом ею попользоваться. Я не буду сильно останавливаться. Теперь по поводу учить. Уважаемые руководители проектов, те, кто из бизнеса и из госвласти, вы являетесь заказчиком обучения, очень часто к которому, собственно, мы приходим, вы зовете нас и говорите, сделайте нам программу обучения наших компетенций. И я хочу в какой-то части сказать первое слово. Первое вопрос, что развивать, да? Есть проектные технические и лидерские компетенции. Понятно, что руководитель продуктового проекта, будь то IT, капстроенный, еще что-нибудь, сегодня не должен учиться голой методологии, а методология отраслевая. Это вы все с вами так понимаете. Второе, проектные и лидерские в другой части, менеджер-организационного проекта. Про члендж-менеджмент мы говорим все больше и больше, и по сути дела это вообще особый тип проектов, которые свои инструменты, все больше, как я говорил, предприниматель. Это понятно. А теперь еще непонятно. Спасибо, собственно, Сергей, он показывал, что они используют внутренних экспертов. И сегодня лучшие программы, которые мы собираем, это моделирует 90% внутренних экспертов. Потому что внешние вообще ваши стандартные знают. Чтобы погрузиться в внешний тренерам в вашу деятельность, нужно кучу времени потратить. И там не все проживется. Второе, он не самый очевидный, но, мой любимый, не надо самое лучшее. Вот бизнес-заказчик нам часто говорят, мы в программе должны узнать самые крутые инструменты, вообще все передовой, что есть. Грешим. Лет 10 назад такую программу сделать самую лучшую в одной большой компании. 90% сотрудников через год уже. Знаете почему? Потому что мы им объяснили, что эта компания никогда не дорастет до этого года. И где-то есть место лучше. Все. Поэтому, собственно, вам нужны инструменты, чтобы перейти на следующий шаг. А не все во всем самое лучшее, которое можно теперь. Ну и третье. У нас нет столько времени, как раньше. Нет столько увлеченности. Поэтому новый формат обучения. Акселерация, трекинг. Точнее добавление экспертизы. Вообще формат обучения перестроился. Он все более дезидуализированный под конкретного человека. И это можно использовать. Пару кейсов. Один из моих любимых в том, что было в Велине. Когда мы проводили обучение руководителей проектов цифровых, и нам руководители проектов сказали, что ребята, все.